Как развивать здоровую конкуренцию, обсудили сегодня в Москве члены Государственного Совета. В его состав входит и глава Республики Михаил Игнатьев. Задачу перед региональными властями обозначил президент страны. Подробности далее. Без здоровой и честной конкуренции развивать экономику невозможно. Это, отмечает президент, должны понимать все руководители на местах. Чаще всего антимонопольные правила сейчас нарушают власти регионов и муниципалитетов. Большинство госкомпаний занимают ниши, где мог бы эффективно работать малый и средний бизнес. А это явные признаки картолизации рынков. Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынке, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием. Что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной конкурентной борьбе. Проще говоря, вот как я уже только что сказал, проще работать со своими гупами, мупами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции. Стандарты развития конкуренции в правительстве утвердили три года назад. Сейчас их реализуют все регионы страны, но системных перемен, считает Владимир Путин, так и не произошло. Члены госсовета отмечают, что порядок необходимо навести и в тарифной политике. В антимонопольной службе подчеркивают, что малому и среднему бизнесу необходимо доверять больше задач. Пока же на деле даже подряды по уборке улиц берут на себя предприятия с госучастием. В УФАС предлагают определить конкретные показатели для регионов. В частности, на рынке услуг отдыха и оздоровления детей тоже лучше, если будут не гупы, а в том числе это будут на базе тех же пионерских лагерей, как это создано во многих уже регионах, безусловно, чтобы это были частные организации. Строительные комплексы. Здесь очень важно, что строительные объекты капитального вложения предполагается, что подрядчиками будут делаться, участными подрядчиками будет исполняться примерно 80% работы. Добросовестный бизнес не должен страдать из-за недобросовестной конкуренции. Для региональных властей определят задачи. Члены рабочей группы госсовета предлагают утвердить специальный перечень товаров, работ и услуг. Во главу угла необходимо ставить и качество конечного продукта. Необходимо утвердить специальные перечни товаров, работ и услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. При этом путем проведения торгов, участниками которых являются субъекты малого бизнеса. Не стоит забывать, что национальным планом предусмотрено увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются субъекты малого бизнеса и социально ориентированной некоммерческой организации, не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Ждем поручения, которые выйдут по результатам. В частности, в Чувашской республике мы развиваем конкуренцию части представления субъекта малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес ждет больших перемен. Развитие конкуренции, отмечает Владимир Путин, во многом зависит от грамотного управленческого подхода. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.